Всем привет! С вами Надежда на моем канале Страничка Надежды. Сегодня я наконец-то собралась силами записать видео, потому что у меня полно дел, но я очень люблю для вас записывать видео и хочу для вас записать, мне кажется, очень интересное видео о том, что такое в Британии колледж. Кто-то в комментариях писал, что колледж это ПТУ. Я как раз сейчас только что разговаривала с мамой из Канады. Она сказала, что ПТУ это что-то вроде, куда идет молодой человек для получения какой-то профессии, ну так сказать, не высшего ранга, не высшее образование, а что-то такое среднее, пониже. Насколько я поняла, своими словами объяснение, что такое ПТУ. Нет, не совсем. Это в Британии колледж. Сейчас объясню, как идет вообще образование, как система. То есть ребенок в 5 лет идет в школу, в 5 лет он поступает в первый класс. Скажем так, здесь не называется первый класс, здесь называется первый год. Учится он до 11 лет в начальной школе. В 11 лет он заканчивает ее и идет в старшую школу. В старшей школе он учится с 11 до 16. В 16 лет он заканчивает школу официально. То есть этот человек закончил школу, все, 16 лет. Куда он идет? У него есть два выбора. У него есть выбор пойти работать, либо же пойти куда? Дальше учиться в колледж. Но колледж не в смысле получения профессии. Как вот сейчас у меня сын, например, учится. Он не получает профессию. Мне задавали вопросы, на что учится Леша? Какую он профессию выбрал? Что это за колледж? Это колледж государственный, колледж города. В нем учатся дети, те, кто закончили школу. И они переходят в колледж, получают не профессию, а, ну если грубо говоря, чтобы понятно было людям, есть в России такое получение, что аттестата зрелости, как-то так оно, по-моему, звучит. То есть об окончании школы. Вот аттестат об окончании школы. По-моему, так это называется. Так вот этот аттестат, его получают не в школе, его получают в колледже. С 16 до 18 лет у него есть 2 года для того, чтобы в колледже получить этот аттестат, как бы, да. То есть он выбирает предметы, какие он хочет заниматься. Если он, например, решает, что он хочет идти в медицину, к примеру, почему говорю про медицину? Потому что я сама в колледже училась, я планировала учиться на акушерку. Я это остановила, пока оставила. Сейчас тоже вернусь к этому. Поэтому я говорю про медицину. На медицину мне нужно было, мне нужно было science, я не знаю, как это перевести, но это там биология, немного химии и всё, по-моему. Биология, химия, всё. Также математика и английский. Вот эти 4 предмета мне нужно было сдать на определенную оценку для того, чтобы пойти в университет учиться. Вот молодой человек приходит в колледж, он закончил школу, ему 16 лет, он выбрал себе, что он хочет, например, на акушера учиться, к примеру, да, и он выбирает себе 4 вот эти вот предмета. Он их и только их изучает в колледже и сдаёт экзамены. На это у него есть 2 года. Он за эти 2 года подготавливается и идёт дальше. Если он не решил, что он хочет делать, не знает он, чем он заниматься, 16 лет он ещё не решил, он берёт математику и английский, всё. И он эти 2 предмета, он эти 2 предмета учит усиленно и сдаёт экзамены. Вот такая вот система. То есть это не ПТУ, это что-то такое вот гибрид какой-то старших классов. Я не знаю, как в России это определить. Как эквивалент чего это в России, я не могу сказать, не могу определить. Я вам рассказываю, как это в Англии, не зная, как в России. Потому что я в России никогда не училась, я не совсем знакома с системой образования в России. Я рассказываю, как оно в Англии простым языком, насколько у меня хватает словарного запаса, чтобы вам это объяснить. Так, дальше. С 14 лет, с 14-16 лет у детей, кто на домашнем образовании, как мои дети, они учились дома, учатся дома, а вот сын пошёл в 16 лет уже дальше доучиваться в колледж. Такой ребёнок, 14-летний, с 14 лет, я уже объясняла в прошлых своих видео, что почему Лёша не пошёл в 14, потому что началась пандемия, и мы просто не смогли, там балаган был. Вот, с 14 лет ребёнок идёт в колледж, берёт он английский и математику, учит эти два предмета, если он не определился, что он хочет, ещё. И также ему даётся три профессии на выбор. То есть у них есть список, там около, по-моему, 12-10-12 разных профессий, и он может выбрать три. Он не учится на эту профессию, он её пробует. Как сказала мама, которой я сейчас как раз разговаривала, что в Советском Союзе что-то было про фориентация, такое вот словосочетание, которое мне лично ни о чём не говорит, но мама говорит, что вроде что-то такое было в Советском Союзе. Если вы знаете, напишите в комментариях поподробнее, потому что для меня это просто словосочетание, которое я на значение конкретно не знаю, что это. В общем, он выбирает три профессии. Он выбирает три профессии, когда он пришёл в 14 лет, потом, когда он пришёл в 15 лет, и когда в 16. У него есть три года, он может взять по три профессии и попробовать их. Лёша сейчас взял кое-какие профессии, которые он хочет попробовать. Он не получает никакую квалификацию по этой профессии. Он просто её пробует. И определяет, что он конкретно хочет. Так, дальше. Что я ещё хотела сказать? Мне в комментариях частенько, очень часто, постоянно пишут о том, что твои дети не смогут поступить в университет. Ну, даже не так формулируют, а просто человек с кем-то там общается, что вот, ну, конечно, у неё дети-то, они не имеют такой возможности в университет поступить. Сейчас я объясню немножко про систему поступления в университет. Тоже университет, во-первых, поступает с 18 лет. То есть у Лёши два года есть подготовиться на то, что он захочет, если вдруг он захочет университет. Не факт. Два года человек подготавливается, и абсолютно любой житель Британии, британец любой, идёт в университет на ту профессию, на которую он хочет. Естественно, надо сдать экзамены, и на любую профессию он может пойти. И даже я могу пойти, который 36 лет, поэтому я говорю, что я остановила свою учёбу на акушерку, но это абсолютно не значит, что я не могу вернуться обратно на учёбу. То есть в любом возрасте можешь вернуться. Я училась со взрослыми людьми, то есть там не было 16-летних, там были все 19+. И там были 40-летние тёти, которые учились одна на кардиолога, вторая училась там, я сейчас уже не помню, две 40-летние женщины. В общем, как поступить в британский университет? Образование высшее доступно абсолютно всем британцам, абсолютно всем. И мои дети могут поступить, и дети соседей могут поступить, несмотря на то, что мы не миллионеры, и даже не богатые люди. Мы обычные британцы. Мы можем воспользоваться тем, чем пользуются абсолютно все студенты, которые идут в британские университеты. Это так называемый student loan. Loan, по-моему, по-русски это как не кредит, а как же мне в комментариях писали это слово, когда я машину покупала, я брала не кредит, а какое-то слово есть. Ну, в общем, ты не платишь проценты, ты просто одалживаешь деньги. Не знаю, как это по-русски будет, не помню. Не помню. В общем, ты эти деньги одалживаешь у государства. И, к примеру, чтобы учиться, к примеру, да, просто пример, чтобы учиться на кушерку, это 9 тысяч фунтов. Тогда вот было, когда я училась, это было до рождения Агаши, это там, грубо говоря, 7 лет назад. Тогда было 8 или 9 тысяч фунтов надо было заплатить за один год обучения акушерства. Ты берешь, до первой степени это 3 года, то есть вот считайте, да, сколько нужно тысяч фунтов для того, чтобы выучиться на акушерку минимальное, да, то есть до первой степени. И ты берешь student loan, ты одалживаешь деньги у государства, но если ты не зарабатываешь после окончания учебы, если ты не зарабатываешь больше 15 тысяч фунтов в год, а 15 тысяч фунтов в год это минимум, то есть если ты не зарабатываешь прожиточный минимум, то ты не выплачиваешь этот кредит. У меня есть друзья, которые закончили, получили высшее образование, но так получилось, что они не могут заработать сейчас, в данный момент, и уже на протяжении лет 5 достаточно. То есть только-только у них прожиточный минимум не больше 15 тысяч, и они не выплачивают этот, ну не кредит, это одолжение у государства, эти деньги. То есть любой человек может пойти в университет, получить профессию, если вдруг у него в жизни что-то как-то получается не так, как он ожидал, он просто не выплачивает эти деньги. Когда он начинает работать, он их выплачивает, но это не так много, скажем. Та сумма, которую будет выплачивать, он в месяц, конечно, зависит от зарплаты, но она не такая большая. То есть это абсолютно подъемно, и этим пользуются абсолютно все люди. Абсолютно. Да, может быть, есть какие-то олигархи, которые могут сразу заплатить вперед, как бы полную сумму, наверное, есть такие. Но насколько я знакома с британцами, все берут student loan, и все заканчивают университеты, кому это надо. Поэтому я говорю, что мои ребята, имея британское гражданство, имеют все шансы и права получить высшее образование, если оно им нужно. Я как-то записывала видео про колледж, про британский, показывала его внутри, и говорила о том, что есть такой вот, попробовать ребенку, как я говорю, три профессии в год, есть такой, как сантехник. Помню, писали в комментариях, что фу, сантехник, ужас, ужасный. Мое мнение отличается от этого. Я считаю, что сантехник прекрасная, прекрасная профессия, нужная. Ты всегда будешь с деньгами, ты всегда будешь в пределе, сантехники везде всегда нужны. И даже если ты решишь пойти получать высшее образование, если у тебя есть еще образование сантехника, ну ты только выиграешь. То есть, на мой взгляд, надо взять какую-то рабочую профессию, а потом захочет ребенок получать высшее образование, пойдет он его получит, но у него будет рабочая профессия, которая тоже, мне кажется, важна и нужна. Не только для общества, но и для самого человека. И что я еще хотела сказать? Да, я хотела вот еще сказать, тоже спрашивали меня в комментариях, о том, почему... Ну я, по-моему, отвечала уже в каких-то видео, мне кажется, не знаю, отвечать снова или нет, насчет того, почему так далеко от центра города находится Лешин колледж. Я уже говорила, что это у колледжа, этого есть разные кампусы, и в разные дни он учится в разных местах, потому что студентов на самом деле очень много. Студентов огромное количество. И бывает так, что класс переполнен, и что делает колледж? Он организовывает новый класс, новый и новый и новый и новый и новый класс. Не может такого получиться, что ты пришел, а мест нет. Такого быть не может, потому что такого не может быть. Место гарантировано тебе в колледже с 16 лет. Поэтому если получается так, что человек приходит, а класса нет, ну, полный все классы, то организовывает новый класс. Поэтому Леша по некоторым своим предметам находится в классе, в котором буквально 2-3 человека. Но по закону, да, не могут они не дать ребенку то, что ему полагается. То есть в 16 лет пойти в колледж и учиться то, на что он должен учиться. Поэтому они так делают. И эти классы, они их раскидывают по разным кампусам, потому что мало того, чтобы набрать класс, да, надо же, чтобы у них было где-то, этот класс физически, чтобы человек мог прийти и заниматься там. И если в этом помещении, в этом здании нет класса, они этот класс переносят в другой как бы facility, в другой кампус. И у этого человека его класс в этот день, в другом кампусе. Так, надеюсь, это я объяснила. Потом, в этом же колледже, в том же самом колледже, меня спрашивают, что за колледж, на что он учится, да, там ребенок. В этом же колледже есть разные профессии. Это все один и тот же колледж государственный. В нем учатся и те, кто будет на медика. И сантехники на нем учатся в этом же колледже. И повара на нем учатся. Как вы знаете, я по профессии повар, я закончила именно в этом колледже свою профессию получила, три года училась, выучилась на повара. Высшая у меня степень, поварская имею в виду, то есть высшая категория. Я училась в этом же колледже. То есть этот колледж государственный, в нем учатся все профессии, какие вообще могут быть. Со мной учился темнокожий парнишка, очень умный, такой смышленый, из Африки. Он хотел учиться на врача. Кстати, ему было 19 лет тогда, это вот 7 лет назад, наверное, уже выучился. на GP, General Practitioner, это как семейный врач. И он тоже учился в этом же колледже. То есть это такой колледж, как писали, профориентир, профориентир, какой профориентир у колледжа, по-моему, как-то так формулировали в комментариях. Так вот этот колледж, в нем все абсолютно профессии. К тому же, ребенку, который идет в колледж в 16 лет, с 16 до 18 лет, ему государство помогает, дает небольшую денежку на пропитание. В колледже есть свое кафе, свой, как бы, как это называется? Не кафе, а... Ну, оно называется кафе, да, оно называется кафе, но по-русски, наверное, правильнее это будет столовая. Вот, наверное, я думаю, что это так правильно назвать, столовая, где ребята питаются цены, там очень демократичные, очень такие низкие по себе стоимости, и ребенку дается примерно 3,5 фунта в день, они кладутся ему на студенческую карту, и он этой карточкой расплачивается в этом кафе, в этом общепите, и имеет вот такую вот как бы еще помощь от государства в плане денег, потому что если каждый день кушать, ну, для семьи это тоже будет существенно, а так какая-то помощь. В общем, я все рассказала вам, что такое колледж, наверняка я что-нибудь забыла, потому что у меня нет никаких конспектов, я не готовлюсь к видео, я включаю камеру и начинаю рассказывать, и, конечно же, я что-нибудь да забыла, поэтому, если наберется достаточно вопросов, может быть, что-то я объяснила непонятно, мой словарный запас не такой хороший, как мог бы быть, если бы я, например, училась в русской школе, поэтому, может быть, я как-то не так что-то объяснила, поэтому пишите комментарии внизу под видео, какие-то вопросы уточняющие, если наберется достаточно, я запишу повтор, еще одно видео с ответами на вопросы, именно вопрос, именно о колледже, об образовании в Британии. Лайк не забудьте поставить, мне будет очень приятно, и всем пока, до новых встреч, с вами была Надежда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова